нет хорошо женщины пообщаешься как-то светлеет сразу начинаешь понимать как какой глубокой жопе значит вообще находится население встречаем сейчас встречаем значит предательство фактически получается предательство это не совершение какого-то поступка потому что правильная жизнь это вот поступок один вот выбираюсь это вот это было женщинам шлюха назвать назвать кстати говоря ей ведь там был стать что кабак это плохое место и так и и ареста поменять не ну если она еще кого-то шлюхой назовет она вообще резко резко взлетит так слышишь ли ты меня тиши если ты какой женщин назовешь глаза бляди ты резко взлетишь вообще просто переварить как-то душе а то у нас валентина мусда говорит что она сказала матери что она блять матери в лицо в глаза в результате я мать так запугала в ответ что она типа вот ничего и не получил только еще больше бояться начала нет я не знаю это кто сказал мус ну да нету я не знаю вот во многих семинарах был сказано что самый сложный объект это родители ну да блин вот самые нет еще более сложные ты сам нет все начинают определять от кому я отношусь и какой у меня характер сначала себе потом родители мне раньше это должны быть последние объезды меняю в психотаж сначала с изучением твою родных сестер и каких-то там сотрудниц на работе вообще даже не с работы с предыдущей там какой-то работ сотрудничество не встречится то есть на самом деле ей надо было ну с этой самой надо было проблять говорить про кому-то от того она никак не зависит не но она не на такой стоп только тупая она хотела проиграть не но она не стоп тупая но 10 раз уже говорили множество раз говорили на семинарах не на матери с отцом надо первый опыт сделать в особенности то есть она этим способом набор ждала подтверждение матери да она ждала подтверждение вот это был кстати говоря предательство она это наверняка еще записал себе в актив как подвиг на это было предательство потому что теперь она знает что блядь нельзя никому назвать женщин тебя запугает и будет тебе только хуже мне очень часто снятся сны как я матери говорю что она где-то на пятом десятом своем слове и я начинаю во сне всегда плакать виновата себя чувствует так что даже до сих пор я сейчас не готова матери получать сказал хорошо женщина слушать иногда наш семинар значит пусть они запомнят что матери не надо это говорить сначала 20 скажите который не мать потому что сказать подумайте пара или не пара извиниться извиниться это было неправильно поступок получать сливали поступок способа типа утверждения на тут вот какое-то оправдание что-то все не работает что-то не так очень я может быть поверечился сказал что это возможно предательстве я не знаю это надо думать и определять все-таки это был видимость какого-то поступка возможно но все равно на начинать не сетку блин но я не знаю сказать в магазине но вот блин какая-то разоделась китима ну и какие-то другие слова от стой блин тут это сами лимита да просто сказать лимита это этого зависит ну вот и доделся как это блять я не знаю но самая должна до него знаю что так сказать приходит также нет нет но в ответе мы нет просто говорим что вы мы видим просто как устроена жизнь на вот человек предал в молотом младенчестве и мы дальше надо выбираться через эти самые правильные поступки то и значит это предательство это не совершение правильных поступков который требует большого усилия только потому что предал активный ты предавал не но можно начать жаловаться бой как трудно делать вот пойти и сказать какой-то шлюхи что она шлюха да не придавала на владельчестве никаких проблем бы не было а то жалеть блин какие трудные поступки когда любая швецова на дороге вот этих лавил и я так подумал мне было бы страшно говорили на правду там бабка волосы жрет государственные там лифта же солдаты бегут я понимаю что мне бы это тяжело то есть я бы не смогу так как она сделала сами такие еще такие же аноним что злами спокойно звал не считая наших а метуха на этих там да когда сам так делаешь а как бы сержант драпки не можем да не может приведи же нас также на измену толкает муж изменил и все то есть получается надо правильно поступок совершить ты это самое набор совершаешь неправильно нет неправильно ты вообще его не совершаешь неправильно фактически речь идет не о том что вот ты видишь какую-то бабу который там вся искривлялась там магазине предположим да или там я не знаю где у нас народ собирается ты фактически должна ей сказать что она дура не для того чтобы то изменилось а для того чтобы самой раскрепоститься и если у тебя есть возможности сказать вот начнешь ведь искать эту ситуацию ведь блин 10 магазинов обойдешь не найдешь спектрому прицепиться и вот у тебя каким-то образом я суд не проливаю все правильно я просто вспомнила как вот какой они дури сказали форма куртку у меня новое купили я с на курсы на курсниками ехал в троллейбус и вся искривлялась по мне там какие-то двое стоят даже не помню какого пола стояли дамочка раскривлялась я сняла слышала и сразу же замолчала вот они были молодцы а что до них подумал не помню я подумала о себе какая же я дешевка вот смотрите а есть ситуации вообще еще и помогаешь тому который говорит еще и помогает я просто говорю что вот не нужен вот женщина просто я помню как слота боялась других женщин это это невероятно этого и уже и под конец и раздражало и так далее а потом вот просто так рукой с него понимаете вот так же как вот она там описываешь женщина вдруг у нее осталось мысленная речь она всего-навсего не пошла в кабак это было преодоление для них это было преодолеть в родителях это не зацепило а вот еще в пенсионерах это еще оставалось когда дедушка там или бабушка там могли кого-то допустим отчитать за чудо то есть там в поезде ли там или где-то там в каком транспорте по дороге где-то кто-то что-то делает он его раз подошел и при всех прямо читал вот для меня это как-то вот страшно а сейчас это вообще отсутствует то есть вообще никто не никого не за что не отчитывает какой-то году сделаю ну хорошо боишься сказать словами скорчи рожу хотя бы нет вообще я восстановлю волнуюсь за женщин тогда я это говорю я просто не знаю так ли уж сильно на мужика это влияет не но мужики там вот эта группа в которой у нас 29 лайков поставили там вообще-то они девицы обзывают но это же интернет может и кадрешка и в интернете это легко сказать но в принципе ладно у нас вот два примера да мы сейчас обсуждаем как человек резко меняется и и вот не измениться к лучшему это придать если не придутся шел дед по пешеходному переходу и подъезжая женщина ставит машину прям четко переделанную пешеходном переходе где ты как бы палкой машет я еще сижу машину думаю выйти не выйти сказать и не сказать видать так как бы ничего не сказал не знаю как насчет выхода из машины и создавания помнишь так тебя машина задел че взял про стекло и по крыше так постучали хорошенечко и студии она постучал я так постучал чтобы тут просто прогибалась нет она не согнулась и стекло не лопнула но стучал я и она тоже сидела и думала извиниться я не извиниться и так и не извинилась а у нас тоже с изменением 3 поступок на вот у нас семинар была до слота сидит скую с рожей и все как бы таскать вырубаются потом слота рассказывает о том как она это сами что она не права и какую гадость о раком думала да и как слота резко меняется и потом вообще да это получается что этот вообще тут просто какой-то период а вот она наговорила потом она давно не говорит то уже и не впадает в это состояние просто она это преодолела так я что-то непонятное ты приняла на него хочу передали извиниться на кухне когда бумажки не были она сделала замечание все дольство же я поперёк или наоборот не как-то так грубо ответил что ну и что все равно даже как бы но замечание правильно было с голосованием там женским женской группы в общем ребят я не знаю что эти хотите вот всем делать замечания я не знаю как правильно когда тяжело вот как бы есть такой страх или еще что-то делать да возможно никогда вот по ощущению когда вот кому-то что-то так произносил даже незнакомому совершенно человеку просто не знаешь его и какое-то ощущение это облегчение куда происходит не не какой-то на нагадил ему там как-то вот так вот и как его женщина если сделать правильное замечание женщине объяснить что нагадил не ну просто надо готовить как кто как среагирует на твой поступок если рядом окажется мужик подкаблучник то он может встрять и начать тебе объяснять что не прав то есть на какую-то каменность иметь но блин ну значит на улице хорошее место ты развернулся ушел не буду тебя догонять палка по голове тоже не будет но они лезть к этим самым который спалки молот вообще-то в кино установить хорошо на продавщица которая обвешивает они так спокойно реагирует когда приходишь у меня очень просто настроение если я не возвращаюсь за обвешиванием я узнаю что меня ввесили они требуют портится настроение я иду и сразу улучшается настроение так что как бы знаешь сам на самом деле человек прекрасно знает когда он должен сказать когда не должен также кривляться когда надо когда не надо будет тот который не хочет нет подождите просто о чем у нас речь идет что у нас было что предательство это некий поступок а мы сейчас говорим о том что предательство это не совершение поступка а это уже следующий неправильный поступок это к закреплению неправильный поступок работе сделать не а вот есть два вида значит получается есть есть совершение поступку предательство а есть не совершение правильного поступка это тоже предательство нет это не совершение ведет за собой я вот уже по одному давай только медленно и очень печально это все понятно понимаете вот ситуация какая-то опять торопитесь поднику ситуации поступок ребята правильнее неправильно хорошо совершил неправильно я неправильно уже идет следом потому что не совершил нет я прицепился в него поступок я прицепился к слову поступок а то получается что вы наверняка там женщины делают вот я замру и значит я не буду принять совершать у типа вот у нас есть жены бывшие значит это самое который вот куда на зависшие вечно она не придает ничего ничего делать можно задуматься получается на том что он совершил и совершила если на поступке концентрироваться надо задуматься над тем что ты не совершил и что привело к тому что ты совершил это тем более у нас есть такой замечательный пример который у нас уже несколько мы нашли что значит вот женщина совершает вот эти вот поступки и так сильно меняется просто охрененно меняется она конечно не стала гением и все-таки тупее многих там я понимаю но я-то помню на тебе я помню какая ты была перед этими продавщицами и прочее просто вот у меня высыпалась конечно вот просто вот оседала как мешок с навозом понимаешь просто оседала понимаешь а сейчас спокойно вот говорим что вы врете обвешивать помните как и пятерочке недавно на весь зал сказала ну и свисту мы живы до молодец молодец наглую в руках ли глаза так и там был вопрос такой да откуда есть это желание придавать нет сама формировка значит желание придавать кстати говоря жалко не привели примерно что же они имели ввиду вопрос а вообще разы чуковский вопрос чуков однажды задавал хороший вопрос и был хорошей стена не знаю как сейчас этот начинает тоже чуковский вопрос то значит хочется придавать вот жалко а он же там все хвастался этими публичными домами что он ходил ему хотел и значит пойти вдруг не внезапно и он захотел пойти в публичный дом дважды один раз посыл они ступите а то второй раз после сталинского зала него тоже молодец не это молодец что он заметил нет молодец что заметил отчего у него хочется идти в публичный дом один раз от хорошего фильма который действительно так сказать хорошо вправляет мозги а второй после сталинского залпу классно были не хочу ругать вам молодец что он это заметил значит чего хочется придавать можете пример или давайте давайте у нас на дна на залпе у нас пятерка сергей он приходит на зал 2102 20 05 нет как никак все в 210 готов все и начинаем а вот именно там и хочется вот именно прийти в этот момент это что желание придать именно сам зал прямо так вот что казалось бы раньше прийти все на 5 метров нет где-то вот так 202 20 последний слабо удача тут такой вот нет вообще так у него получается чебутарю он или первый приходит и последний он не приходит вторым третьим четвертым он приходит или первые и последний раньше первых ранее степени женщин тоже крайне крайняя степень ну чтобы таком время хочет особенного положения володя опаздывал это не считается володя на то что последнее не считается я с долгоподного пиво разъехал заранее предупредил что он опоздает в общем я не знаю ребят на самом деле ничего я занимаюсь шекспиром блин я нихрена не знаю вот я знаю один пример который меня на глазах очень ярко меня подвес маленький поступок и человек это самое меняет свое поведение вот если бы она его не совершила она бы как мешок с навозом до сих пор бы оседала сколько времени требует этот блять это вот это вот и сколько мы психокатарсис потратили на вытаскивание из этого осевшего как мешок с навозом состоянии а всех ты дел ей нужно было просто сказать блядишь она блять она не могла сказать бляди что она блять потому что если бы она это сказала получил бы что она сама блять что у него мама блять понимаешь живем подружки с которыми она дружила тоже блять и на работе значит это самый там бы значит уже это понять перед чем совершенно не знаю вот алена нечаевна так и не смогла понять что она блять а кто она интересна я не знаю как она себя то оценивать очень порядочная женщина которая всегда мечтала о семье и дети поступки так это нашла на себе думать вот я но она может допустим вот думать раз и и раз она с подругами допустим не общается значит она уже не блять какую функцию полную хотя наверняка час если она в чипец приехала она первая начнется с ними общаться вернется за что ей еще делать если бы она что-то поняла и осознала она бы изменилась там не знаю отношение были к этим же подругам даже если бы она рядом с ними бы оказалась она все но с ними не захотелось бы общаться сейчас наверняка как все придет на полне своя как еще было изначально да она бы из чего-то она поняла на вы недели без совета не смогла прожить неделю без совета не смогла до прибежала бы обратно нет я просто послать и сужу я не знаю что она говоришь это предательство может что там у нее но она по три раза в день бегает читать эту самую женскую группу там они активно переписывала она может сказать допустим что и папа запретил папа это авторитет до блеска стала она пристроилась хорошая женщина должна слушаться отца сказал меня у нее повезло с папой действительно он совершенно не отличим от бляди женщины ничьи никак не отличается и вот тут то мы и встречаем случай абсолютного подчинения дочери папе блин она и до этого особо не появлялась в женской группе за руку ведь не держал как она там желание такого компьютера что она там делает я иногда спрашивал более думаю если вы участвовали доедать наоборот она меньше там будет побывать не знаю как к этому подходить никогда сопротивляюсь на психотаж тоже начинаю думать вот бы папе позвонить папе у тебя отец хотя бы пиздюли матери ваму если бы он был достойным человеком мне бы ему хотелось позвонить в нужное а мне всегда сопротивление хочется позвонить у мужчины ничтожество вам имя нет я не знаю что она там себе думать но она конечно внутри то считает себя порядочные женщины она каких-то поступок не сделал но она тоже нет на самом деле она тоже оба стиралась и обсыкалась это самое сказать любой женщины шанабли вообще женщин боится видно по ней очень каким образом нет я помню вот как кол проглотила вот вся вот замерла напряженная вот это самое вот вот я ее такой запомнил я не знаю может кто-то вы иначе запомнили не она там что-то было там где-то или чуть-чуть начинает прикладывать она прибегала изредка мне жаловалась и гадать фига что ты мне жалуешься ведут и разберись с ними там с подругами воюя с ними не знаю там кусайся там чё хочешь там делаю чего-то и вопрос почему в чем я не объясните мне в чем я не права всего на все или вообще вот нет вообще вся разборка начинается нормально стало объясните мне в чем я не права или не прав я ну хотя бы за это уже вопрос тупо хотят покусаться с кем-то не знаю после хотя бы даже на это не шла пусть не да вот нет это лишний раз подтверждает что она страшно боится всех женщин не было блин дурацкий парадоз она в страшно боится все же а что такое страх страх это говорит что надо сделать какой-то правильный поступок а правильно поступок это надо было ей там своим подружкам каждой в отдельности сказать что во блять блин вонючий нахрен дерьмо вообще сейчас она скачет а через там через сколько-то время уже ей будет не до стаканий да и сейчас она скачет через силу и всегда с 12 лет если когда начала хвастаться на дискотеку ходит она и тогда скакала через силу до нас летчик сквозь слезы все это говорил нет жалеть ее не надо потому что это всего-навсего предательство и всего-то надо было поступить как человек у нас полки но почему-то не вспоминается красота по-американски помнишь это говорил что я там с фотографом переспала чтобы не сфотографируем такой и две девицы сказали за тут и теперь законченная шлюха я вот это правильное поведение было вот это удивить но в американском кино даже показывать между прочим примеры без пояснений правильного поведения с красотки двух слов расскажите такое реально сценарий который был когда начали снимать был такой что она во первых наркоманка блогер с ней заключил договор что эту неделю она не будет принимать кокаин и ей нужны были деньги чтобы поехать с подружкой в диснейленд и она согласилась если кто знает детей и заканчивать с тем что он где-то ее на дороге высаживает из машины уезжает и она с подружкой едет диснелэнд заканчивать заканчивать не там все вся начинка то которые вы видели нету там вообще же прекрасно не ей такую возможность дали да просто миллиардные там где там знакомства все да какая жизнь да и мир до другой миру просто но ей захотелось песнилэнд так оказав помощь деду она бы сказала умоляю возьмите меня на любую должность вашу фирму буду работать с утра до ночи да и работал вот кстати говоря и жить то у нее совсем изменилось нет там не показали что она должна была быть очень скованной очень боятся женщин там кстати говоря показали что она раскованная такого быть не может не ребята тут надо иметь ввиду что все-таки вот эти вот бляди они уже по меньшей мере не ужаса скован за 7 женщинам но почему не знаю а потому что быть раскованные женщинами их не бояться нас хочу на блять но на них нет именно так считая что она блять а может быть такое поведение что на борт играет такое раскрепощенную то что хочешь обычно вот эти которые в женских коллективах верховодят они своих подружек людьми называют это я вам точно говорю в университете этой школе замечал мне они конечно все не нравились само собой но не нравится не потому что они матом говорили а потому что они правильный поступок я их боялся но у нас все это свелось к тому что вот этот вот пример просто это же слепок со всех остальных случаев поведения почему женщина должна друг другую другую женщину назвать бляди места проявляет какие-то неправильные поступки но при этом же так который называет сама должна отказаться от блядства иначе все бесполезно хотя бы для начала но сзади блин нет я думаю что если она с кучей в кармане что она вот просто сейчас вот как бы это сказать не шамане так этот слов колдует нет вот сейчас она колдует вот она слышала семинар меня его что блин назовешь другую женщину блядью тут же тебя назначить начальник да я за тысячу баксов всех пообзываю на по два раза и если она пойдет и действительно за тысячу баксов начнет это делать я не знаю может быть что-то кстати говоря изменится но на не полностью а я как ты думаешь с каким чувством надо вот это все говорить не знаю я говорила с тем смысл чтобы объяснить чуть-чуть шест чешевская если правильно поступок совершила то наверняка на посыпание ваша кабак это блядство и она не пойдет туда неправильно то есть она просто поняла что это неправильно из этого говорила что чешевский там был спор все женщины сказали что табак это блядство она стала спорить нет но я же все-таки девка и мне иногда хочется с подружкой сходить в кабак ну а там дискотеку музыку клуб то есть ей все это объясняют но нет и мне хочется бегать но что подружки то плохие че с ними общаться ну как ну там косточки кому-то перемыть вот хочется с подружкой надо кальян покурить и вообще лишь кто-то как у нас кальян стоит реальность их и скопом в кабаке то есть вот ни в какую не было а вот в кабаке отказалась пойти и что-то вдруг начало как будто понимали в общем я не знаю ребята всех тонкости я не знаю значит просто нас слушают сколько у нас 12 женщин минимум 10 больших проблем в общем короче делать надо что-нибудь работать и шевелиться и тогда будет все хорошо а если ты это не делаешь что это придать смирно потребность предательство так у нас был вопрос потребность предательстве я нас предательство появляется когда ты уже догадался у тебя срослось говорит тогда она приняла следовать мы говорили что страх страх возникает тогда когда надо совершить правильный поступок видимо правильных духовно отношения нет у тебя был наверно страх когда ты те бредьями называл был первый раз у меня как-то было такое состояние знаете что вот если я сейчас прогнусь под этих баб то мне отменяло так достанется и рисоваться взяла что ты боишься меня его и поэтому сейчас ты скажешь нет сладца у тебя был страх нет того что меня нет мне не то что я вас боялась не так мне было как-то не хотелось перед вами настолько опозориться потому что это была ситуация в котором уже был дальше некуда вот позор вот просто вот печать поставить что это негодные материалы и возрано позовица стоит лучше мотив очень неважно дело в том что у человека все в особенности у женщин все перепутано страх это индикатор того что надо совершать правильный поступок то есть на самом деле вот потребность предательстве это не умение обращаться со своими индикаторами вообще-то говоря не ты не знаешь себе свое тело как индикатор вот у тебя возник страх страх говорит о том что это не опасность не а мы читайте мемуары партизан читаешь мемуары партизан и узнаешь что над тобой летают обломки паровозов того взорваны все это тебя может на тебя упасть и каюк тебе а страха никакого нет то есть страх это не от опасности если ты боишься бабе сказать это не за счет на те сейчас вцепиться глазами глаза когтями и это якобы опасно это не значит это просто индикатор то есть фактически потребность предательстве это неподевание самого себя просто напросто сложная заумная значит формулировка но пусть 10 формулировок дадим вопрос был потребность предательства потребную блин вот потребность вот блин вот нет я знаю что такое естественное я не знаешь такую потребность в предательстве. Трусость это называется, а не подъемность предательства. Трус и подъемность в предательстве это одно и то же, но так оно и пишется в книге. А трус это действительно трус перед, ни трус, ни людей, ни опасности, а вот трусость, вот это вот. Совершить правильный поступок. Не, ну, значит, постепенно же все легче, легче становится. Не, ну, просто я, конечно, я не знаю, я в школе еще блядюшек блядями называл. Может, я вру, конечно, но мне так кажется. Наверное, приукрасил, потому что на самом деле все на все на одном моменте все построено. Известно, что там было на самом деле. В общем, все равно, по-моему, я ничего не могу объяснить, что это за потребность. По-моему, это и нет, и для потребности придать. Есть только трусость. Мне спрашивают, что такое трусость? А трусость это индикатор, что тебе надо сделать сейчас правильно поступок. В общем, это я запутался, извиняйте. Я вот могу разбирать там три единства, шекспир, вот блин, сейчас я вот... Ну, можно? Еще один пример, может, здесь как-то распутается. Не, ну вот, анонизм это предательство. Вот профессор Пузырев нам рассказывает, что они проводили эксперимент, и что дети, которые начинают заниматься анонизмом, они сразу же начинают хуже учиться, и скорость развития резко падает. Еще даже до бляста уже на анонизме только падает. Вот у нас был семинар, где надо было техническую литературу читать, химию там и прочее. У нас женщины начали читать. И что я вам начала рассказывать? Ладно, хорошо, я могу сказать. А ты что, боишься сказать? Ну, могу сказать, что... Нет, а ты боишься... Женская группа издрочилась. Нет, подожди, ты боишься, скажешь? Не боишься, а что ты? Ну, не культурно говорят про такие слова женщинам говорить. Давай, давай, говори, что там. Ну, ничего, я говорю, женская группа на этом учебнике химии издрочилась. Посмотрела, что можно кричать. Замужняя женщина. Какое чтиво, да? Которых есть нежная. Таких, где первожитие... Замужняя и незамужняя. Замужняя и незамужняя. Замужняя и незамужняя. Одинаковые реакции, в общем говоря. Вот они стали читать химию. И стали дрочить очень много. Стали коньяк. Я кончаю от химии, да? А говорят, эротические романы там что-то... Нет, это вот потому, что вот они читают новые знания, да? Они все это должны понять, переварить. У них что-то там в голове начинает срастаться. И чтобы не срослось, они откладывают книгу. И идут придавать. Чтобы не срослось. Да. Разрушаете. Я смотрел в интернете такой короткий ролик. Одна девчонка, другая на мобильных снимает время экзаменов. Это пишет и говорит, я трахаться хочу. На экзамен. Не могу. Ребята, в телефон говорит? Да, на телефон ее снимают. Сяд на экзамен. Экзамен задают. Не могу, я трахаться хочу. Правильно. Умственное напряжение. Надо снять. А и потом подрочит, а даже книжка будет неинтересно остановиться, да? Все хуже, хуже будет, конечно. И вот если это преодолеть, то вдруг книгу о чудо станет интересной. И пойти не драчить, а дальше читать, но хочется. У меня перепсихотарсисом такое часто происходило. Вот если планируешь женой купить катарсис, все, переводим сразу, начинается возбуждение. Да это у нее возбуждение тебе передается. У меня часто после. Так, ребят, но мы это самое, так сказать, что все это в анализме перешло. Что за всем за этим стоит. Предательство это не развитие как личности. Не, ну блин, это вот сам себе строишь препятствия, чтобы не разобраться всеми. Не перестать бояться, ба. Не знаю, и все остальное там, чего еще люди. Интересно, работа не получила. Интересную работу. Ну вот. Значит, жалеть себя и проклинать нельзя. Потому что на самом деле все вот эти вот трудности происходят, потому что ты предавал в прошлом. Не предавал бы в прошлом. И нехрен она там жалеть себя. Потому что если ты решишь, как это сложно, как это, оказывается, есть потребности предавать у людей, есть потребности, так сказать, в хаотичном сексе, сексе, нету этой потребности. И впоследствии предательств. Нет, ну блин, я могу себе представить, что моя третья жена, как бы расплакался на эту тему, ах, блин. Какая несчастье, у меня потребность предательства, химию даже прочесть не могу, блин. Считит твою мать. Ладно. Я не призываю к абсолютному пуританству, по суну, по той, по той, по той причине, что я сам не абсолютный повитание. Значит, вытие определяет сознание. Наверное, идеальная жизнь намного лучше, чем то, что я жил. Значит, если я правильно жил, наверное, я с Шекспиром разобрался бы еще в детстве, а не так, как сейчас. Не в таком возрасте седу. Ну, в общем, есть какой-то идеал. Все, в общем-то, знают. Я не знаю, какой-то, да, тоже. В общем, ребята, я ничего не знаю. Я, наверное, не тот человек, который может учить в этом отношении. Вот. Смешно в 56 лет добраться до... Шекспира. Ну, да, конечно, скромность, это здорово. Но, вообще-то, ни одной книги на тему еще не написал человечество. Да. Представляете, какие свиньи человечества это? Если до сих пор ни одной книги не написано. И нигде не найдешь толкование. Гамлета такой, как мы предоставили, да? Нигде нет. А мы уже такое толкование можем дать и короля Лира, и Тита. Блин, это же сказочно прекрасные вещи. Просто сказочно прекрасные. Еще Георг V. Генри. Генри V. Гамлета, это еще ничего. Гамлета все равно все хорошим считали, когда читали. А вот с Титом и с королем Лиром там уже начнется. Да, там должна начнутся проблемы. Не, ну, Генри V это еще легко. А вот с королем Лиром будет нелегко. А с Титом еще сложнее. Но правильный поступок все равно делать. Ребята, вот у нас все-таки правильно поступка, наверное, попытаться все это как-то донести до людей, я не знаю. И все-таки еще раз я повторяю, что не надо убиваться, рекламировать ролики, которые не идут. Они идут. Это когда женщина прыгает в этот водопад, а забавные. Не идет. Не идет. Кантики не идет. Чищень идет. Молодая гвардия вряд ли идет. Не идет. Ну, тоже не идет. И Гамлет не идет с Высоцким. Не, женщина все обругали с этими с хрустальными туфельками. Ну, сказали, что это плохие картинки. А она идет. А другой еще никто не пробовал. А она идет. Не рекламировали. Почему с хрустальными туфельками решили поставить? Да? Почему с хрустальными туфельками решили поставить? Не знаю. Не знаю. Я была против. Вот, Слата была против. Вы видите, меня его состоял. Это всегда у нас стоял. И идет. Но я же сделал для нас приятный эксперимент с этой с черепом. Вот там 34 просмотра. Аж целых. 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 34 просмотра. Ладно. Ладно, извините меня. Я, конечно, не смог расстроить тему. Я не знаю. Кто хочет, тот поймет. Я поняла. Я поняла. Т Tank. Сейчас. ИНТРИГУЮЩАЕСА